Во время отопительного сезона случаются месяцы, когда на отопление дома расходуется больше газа, чем обычно. Если это связано с погодой, то вопросов не возникает. Но как объяснить большой расход газа, если погода относительно теплая? Существует несколько причин. Мы разберем каждую из них. А чтобы это видео не затерялось, нажмите кнопку внизу справа и подпишитесь на мой канал. Прежде всего, следует исключить низкое качество подаваемого газа. Такой газ имеет низкое давление или содержит включение, снижающее его калорийность. Проверить это можно по времени нагрева обычного чайника. Если раньше чайник нагревался за 5 минут, а теперь стал нагреваться за 10, то это результат подачи некачественного газа. В этом случае следует составить акт о предоставлении некачественных коммунальных услуг и добиваться перерасчета оплаты за подачу низкокалорийного газа. Нужно знать, что котел включается на нагрев только тогда, когда создается разница температур на выходе и на входе из него. Вода, поступающая в нагреватель, пройдя круг по отопительным радиаторам, запускает автоматический процесс включения котла на нагрев. Причины, по которым котел работает, не отключаясь, могут быть следующие. Первая причина – неправильно выбранная мощность котла. С такой проблемой сталкиваются жители частных домов, площадь которых составляет более 100 квадратных метров. В целях экономии люди используют котлы на 7 кВт, которые не справляются с нагрузкой. Пока теплоноситель проходит большой круг, на обратке его температура сильно снижается, что заставляет газовое оборудование работать непрерывно на износ. Вторая причина – неправильный монтаж системы отопления, когда на линии установлены старые чугунные батареи больших объемов, их сложно нагреть. Насос прогоняет теплоноситель по системе, но на обратке вода успевает остыть, соответственно котел не отключается и продолжает работать. Третья причина – слабоводяной насос или его неисправности. При этом теплоноситель долго проходит по полному кругу и обратка за это время изрядно остывает. Четвертая причина – проблемы с терморегулятором и платой управления, которые неправильно дают команды на розжиг. Это часто случается при перепадах напряжения в сети. Перенагрузку котла можно определить по следующим признакам. Он в течение 3-5 минут работает без остановки, после чего на несколько секунд отключается и опять включается в работу. В таком помещении бывает очень жарко, хотя котел выставлен на минимальное значение. Естественно, в конце месяца придется платить большие суммы за газ. Что же в таком случае делать? Во-первых, нужно убедиться в исправности газового оборудования. Для этого следует вызвать специалистов, которые проведут диагностику котла и подскажут, как решить проблему с перерасходом газа. Если котел исправен, рекомендуется проверить исправность насоса и правильность монтажа отопительной системы. Поможет установка термостата. При этом котел будет отключаться принудительно, когда температура воздуха в помещении достигнет определенного уровня. Термостаты экономят газ, вынуждая котел выключаться при нужной вам температуре. Бывает, что половина батареи в доме завоздушены, при этом батареи нагреваются, но быстро отдают тепло. Котел работает безостановочно, так как обратка возвращается холодной. Поэтому не забудьте устранять завоздушенность системы, периодически спуская немного воды в радиаторах. Иногда хозяева неправильно выставляют температуру воды в котле. Например, хотят сэкономить, поддерживая в помещении температуру около 18 градусов. Но если поставить регулятор на 40-50 градусов, то газа потратится в 2-3 раза больше, чем если бы котел был выставлен на температуру 60-70 градусов. Если у вас большая площадь отопления, то пока насос прокачает воду по всем радиаторам, она возвращается уже остывшей. Котел практически не выключается и тратит газа больше, чем при более высоких температурах. Это плохая экономия. Особенно, если у вас чугунные батареи и в системе их стоит более 4. Чтобы снизить расход газа, нужно просто добавить газ. Производители котлов рекомендуют ставить регулятор температуры воды на 60-70 градусов. Не игнорируйте этот совет и таким образом сэкономите газ. Расход газа также увеличивает накипь внутри теплообменника, в котором греется вода. При отложении накипи котел работает с повышенной нагрузкой, что приводит к перегреву теплообменника и выходу его из строя. Поскольку накипь является изолятором тепла, процесс нагрева воды замедляется. В результате расход газа растет. Главный признак накипи в теплообменнике – отсутствие реакции котла на увеличение подачи газа. Чтобы устранить проблему, котел следует разобрать, снять теплообменник и осмотреть. Но самостоятельно этого делать не следует. Можете повредить детали. Чтобы очистить накипь, специалисты используют кислотные растворы, которые растворяют плотный осадок. Если в стенах жилья появились щели, трещины, то тепло плохо сохраняется. Любые радиаторы будут остывать быстрее, соответственно, сильно расходуется газ. Это тоже приводит к безостановочной работе котла. Чтобы уменьшить расход газа, нужно утеплить стены, откосы окон и пол. Тепло будет держаться дольше, и вода в батареях будет дольше остывать. При этом котел сможет отдыхать от работы. Еще одной причиной перерасхода газа является неисправность газового счетчика. Если счетчик мотает даже при выключенном газе, обязательно сообщите об этом в газовую службу. Такой прибор следует заменить на новый. Перерасход газа также может вызвать его утечка, что определяется по характерному запаху. На этом все, друзья. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить полезное видео.